Привет, ребята. Сегодня мы решили сходить в ботанический сад Ригу. Моя хочет очень сильно посмотреть цветы. Тут били два билетика. Один билетик за 300 рублей, 200 рублей за интернет, потому что я пенсионер по скидочке. Вот такая вот очередь стоит здесь на вход. До билетики все покупают. И, соответственно, все потом идут туда на выход. Сейчас я вам все и покажу. Перед посещением ботанического сада она не удержалась. Она увидела травы, потому что очень много трав с Алтая заказывает. Это не с Алтая, а из Байкала. С Байкала заказывает. А здесь Алтай. Алтай и Байкал, они почти рядом. Вот она. А откуда? 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 Молодые места она сейчас. Почему-то решил, что от Байкала. Вот такие вот товары тут есть. Красная щетка. А для чего щетка красная? Для женщины. А? Для женщины. Ааа, ты все знаешь уже. Облепиховое масло. Дома есть. Да есть у нас с тобой. То есть всего она покупала уже. У нас кофтный чай, вот верхнюю полочку, все чай. Продемонстрирую вам. Ну что, все, мы насмотрелись на трав. Тут алтайских трав. И пошли на вход, сейчас мы пойдем туда, вот туда, разглядывать всякую красоту. На входе у нас будут досматривать билеты. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю. Ну что, начнем с этого. Справа по тропе здоровья, по тропе здоровья, сразу по тропе здоровья. Пройдемся. Посмотрим. Не забудь-ка, не забудь-ка. Вот падук колхидский, вот он виден, что это падук. А главное, что уже слушайте с листьями, откуда у него листья такие уже большие? Пластиковые? На лавровый листь. Искусственные? Не знаю. Ну откуда у него жить? Вот смотри какой, ага, этот, бересклет наверное, вот этот, вот видишь полез, вот этот полезк. Как он лезет, да? Дикольно, да? Это трава. Где-нибудь возле дома там. Весь дом будет облюблен. Ну что, друзья, находясь в ботаническом саду, у меня что-то вспомнилось один ботанический сад, я ссылочку кинул в описании, который находился в Твери. Здесь, конечно, нету двери в Нарнию, но смотрите, здесь есть ель колючая, да, вот лиственница сибирская, ель аянская, болотокопытник, японский белокопытник. Здесь есть памятник истории, филиал ботанического сада Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Рыбок нету, карасей сюда запустить надо. Ребята, как обычно, на месте цветения сакуры собираются все женщины, которые очень любят цветение сакуры. Смотри. Вот так вот. Ну что, ты зацепила сакуру, да? Четок. Четок, да? То есть все-таки... Она только начинает уже все. Ну о чем я и говорил, что женщины падки на сакуру. Мы перешли в ворожерею, которая закрытая. Прямо-таки джунгли. Окунемся в джунгли, братья, сестры. Сейчас услышим крики обезьян. Уху! Ха-ха-ха. Где-нибудь вдалеке, да? Угу. Красивые. Вот такие вот цветочки. Здесь очень много людей, так как сейчас эта выставка открыта и все здесь... Все здесь гуляют, смотрят. О, пальма. Это и гриф. Добавив немного звуков по народу, мы можем сделать положение в реальности. Многие ловушки у нас травмированы из-за того, что пытаются, да, пытаются ручки засунуть. Наши пальцы грубее, чем лапки на свекомах, поэтому волоски чувствительные, которые есть и по краю, и внутри, если они покнутся, что-то с ними скучится, то вот этот волосок уже будет. Ребята, здесь, оказывается, кирпичное здание было, вокруг которого было построено данное... Вот здесь вот его не видно, когда ты ходишь там снизу, это не видно, а когда поднимаешься на лестнице второго этажа в районе суккулентов, здесь, получается, бананы растут, и видно вот это здание. Интересненько сделано. Олежка, подавай все... Олежка, подавай все... Олежка. А, я... Держи сюда. Еще отблюгается. Просто дергайся. Ой, там, дергайся пока. Ух! Неснатель. Фанда... Слушайте, всяких тварей вообще палочники Ребята, ну представляете, вот вы увидите такое, но вы даже не узнаете, что когда к дереву присосался, что это палочник например, он выглядит как деревянная ветка по факту это насекомое Дальше тут очень много насекомых везде всяких вообще эксклюзивных таких мы и не видели даже можно каждому разглядывать очень долго даже покажу вот так вот, смотри вот ребята, вот выглядит галиаф помнишь вот эту вот цикадочку я смотрела, что кончусь да я смотрела, что это вот это вот вот Еще осталось нам в субтропики попасть Вот где рыбы Вот где рыбы Привет, карпулечка Посмотрели карпушек, пообщались с ними Теперь мы пришли в субтропики Где очень много цветов, которые можно встретить у нас даже в России Субтропический климат Оленька нашла мандаринки Решила их пофоткать Еще не сорвала Ну что, вот мы побывали в Оранжереев закрытой Поздоровались с карпами Сейчас мы пройдемся еще здесь по саду И уже пойдем дальше гулять Молчи, на любителях нужно Пусть мы берем на пунктах Пусть мы берем на пунктах Все-таки мы нашли дверь в Нарнию Слушайте, я прервусь Но дверь в Нарнию существует даже здесь Вот она В ботаническом саду в Москве Мне понравилось гораздо больше, чем в ботаническом саду в Твери Но если вы хотите посмотреть, как мы были в Твери В ботаническом саду, то переходите по ссылочке в описании Либо будет, скорее всего, где-нибудь слева или справа Вот так, ребята Подписывайтесь на канал Не забывайте И дальше мы еще гуляем немножко И едем уже домой Либо кушать Тут закрыто все Но можно было бы туда попасть Друзья, после прекрасной провилки по ботаническому саду Мы решили зайти в кафе Называется Одесса Поленька заказала у меня супчик Борщ С говядиной Бокальчик Круссеку У меня капучиночка И у меня рассольник с рыбой И вот такая маленькая штучка Кушаем вкусненько И идем домой Или дальше гулять Дальше гулять, говорю С таким взглядом он мне обстоит Какой